Сможете назвать главную ошибку Узбекистана в системе образования? Там много было ошибок. Была шутка среди педагогов. Если нас освободят от преподавания, мы все другие поручения в свое время сделаем. Мы осознанно сделали наше население необразованным. Мы столько лет жили в Зазеркалье. У нас люди тоже привыкли к тому, что то, что сказал директор, значит, это истина в последней инстанции. В интернете очень много троллей. У меня на микрорайоне очень плохая школа. Я сделаю все для своего ребенка, чтобы он научился учиться в хорошей школе. А вот родитель, который живет рядом с этой школой, у которого нет денег, у которого нет связей, что им делать? В конце, получается, Шермат устроил 20 человек в эту школу. 50 тысяч долларов заработал. Не зря учился. Вы довольно долго находитесь в кресле чиновника и стали на самом деле уже медийной персоной. Так или иначе. Вас никогда не смущало то, что люди, которые находятся в руководящих должностях, они практически всегда попадают под обструкцию населения? То есть постоянно есть люди, которые чем-то недовольны, стоит вам появиться в интернете или на телевидении? На улице я такого не вижу, если честно признать. На улице я вижу очень много людей, которые, честно и сердечно, хотят со мной поговорить о темах там. А в интернете очень много троллей. Поэтому к этому нужно привыкать. Вы не устали оправдываться за свои решения? Вообще я не должен оправдываться. Но учитывая, что специально муссируются какие-то слухи и так далее, приходится иногда объяснять, разъяснять. Это единственное министерство, в названии которого есть слово «народ». «Халталема вазарлеге» — «Министерство народного образования». Это не министерство школьного образования, министерство обучения детей и так далее. Это министерство народного образования. Поэтому мне приходится быть медийной персоной. Потому что параллельно с детьми, то есть у нас почти 6 миллионов детей, мы должны обучать и их родителей. В целом исследование влияния на усвоение детей показывает, что есть два ключевых фактора. Самое главное — это учителя. И где-то 50% влияния имеют родителей и домашняя атмосфера. Поэтому если мы хотим достичь успеха в улучшении качества образования, мы должны работать с родителями, то есть в целом с населением. Невозможно достичь успеха без их поддержки. Поэтому приходится нам больше выступать на телевидении, на средствах массовой информации, через социальные сети и так далее. Вот, например, в предыдущих должностях в том же Минифокоме или будучи ректором я не так много выступал. А здесь приходится. Потому что мы должны донести суть проводимых изменений до родителей, чтобы получить их поддержку. Прошел ровно год, как вы в кресле министра народного образования. Какие ощущения? Довольны ли вы проделанной работой? Это такое направление, где очень трудно сделать большие изменения за один год. 6 миллионов учеников, полмиллиона учителей, сотрудников нашего министерства. Это самый большой работодатель в стране. И почти нет семи в нашей стране, которые каким-то образом не взаимосвязаны со сферой народного образования. За последние 25 лет, к сожалению, очень много было не то, что потеряно, даже вот последнее выступление президента в Сенате, да? Он сказал, даже если это очень трудно звучит, он сказал, если как бы буквально перевод, мы осознанно сделали наше население необразованным. Это очень трудные слова, но, к сожалению, если проанализировать ситуацию, так и выходит. То есть среди стран СНГ Узбекистан единственная страна, которая оставила те же квоты поступления в высшие учебные заведения, которые были в начале 90-х. То есть у нас квоты на высшие образования были где-то 60 тысяч, но количество абутюрентов, количество населения же разложи, то получается, что квоты вот такие, а население вот так растет. Соответственно, на одно место в начале независимости, если было там полтора-два потенциальных абутюрентов, то последние годы было там больше 10-12. То есть это все влияет в целом на образование. И это только я про высшие говорю. Почему высшие? Высшие нам нужно для того, чтобы получить хорошие кадры для школьного образования. Но то же самое, что мы сделали со школы. Получается, к сожалению, была шутка среди педагогов, что если нас освободят от преподавания, мы все другие поручения в свое время сделаем. То есть поручения по сбору хлопка, по уборке территории и так далее и тому подобное. Но единственное, вот дети мечают, как в такой атмосфере можно думать о том, чтобы обеспечить качество образования. И результаты налицо. В принципе, вот элементарно, вот просто по улице посмотреть, столько ошибок грамматических. Вот мы говорим, что у нас по всей статистике всегда 99% грамотности, да? Насколько это соответствует действительности. Вообще слово грамотность на современном мире означает совсем другое. Накопилось очень много проблем, которые за один год вряд ли можно решить. Что еще хорошо для меня, что так получается, что президент лучше меня знает эти проблемы. И, соответственно, даже в том же докладе в Сенате он сказал, что для решения всех этих проблем, накопившихся за несколько лет, требуется минимум 5-6 лет. Я не думаю, что другие министры так чувствуют. Например, многие могут подумать, что они временные на этой должности и могут чуть-чуть себя не очень свободно чувствовать. Но при назначении я благодарен Шакатмару Малчу в том, что он изначально сказал, что очень много проблем, и для решения этих проблем требуется минимум 3-4 года или еще больше. Соответственно, я могу думать о чуть-чуть долгосрочной перспективе, иногда и принимать какие-то не очень популярные решения. Экспериментировать? Не обязательно экспериментировать. Не всегда вы можете принимать решения, которые только многим нравятся. Например, в социализме всегда можно принимать как бы хорошие решения, бесплатно все сделать и так далее и тому подобное. А иногда, когда есть дефицит, иногда, когда ресурсов не хватает, иногда нужно будет принимать какие-то не очень популярные решения. Этот негатив, который в социальных сетях, нет ли связи между тем, что сейчас, по большому счету, в республике очень много непопулярных решений, и поэтому это не нравится людям? Ну, я за всю республику не могу говорить, конечно, но мы столько лет жили утрированно, можно сказать, что в Зазеркале. Якобы у нас была конвертация, да? Но все знали, что у нас было несколько курсов. Якобы у нас свободно, наоборот, денег был. Но все знали, что была очень большая разница между наличкой и безналичкой. Якобы все жили честно, но официальные зарплаты у всех были как бы минимальные зарплаты, даже у участников. То есть, вроде предприниматель, хорошо зарабатывает и так далее, но если смотрите официальные зарплаты, у него там минималки или там 2-3 минималки и все. То есть, вся экономика, вся страна жила в каком-то Зазеркале, а мы сейчас должны перейти к тому, чтобы все уже более-менее официально жили. Это очень сложный процесс, и мы к этому должны прийти. Это неправильно, когда якобы человек живет на зарплату миллион сумм в Ташкенте. Это, в принципе, и при этом у него есть хорошая машина, хороший дом и так далее. Вот здесь, получается, у меня недопонимание. Какова ваша цель по итогу работы? Есть у вас какая-то осязаемая цель, которую вы перед собой ставите? Ну, мы в первый раз, получается, в истории независимого государства для себя поставили цель улучшить качество образования, школьного образования и войти в топ-30 стран мира по показателям ПИЗа к 2030 году. Это слишком амбициозная цель. Почему мы поставили? То есть, цели нужно ставить амбициозно. По-другому вы не будете стараться. Почему ПИЗа? ПИЗа, потому что это как бы международный показатель качества образования. Вот столько лет мы как бы работали, но мы никак не измеряли качество и никак не сопоставляли наше качество с качеством образования в других странах. Тогда, если у вас нет объективного измерения качества образования, нет национальной системы, и вы не входите в какую-то международную систему, то как можно рассуждать о качестве? То есть, сейчас Узбекистан вообще не входит в эту систему? В принципе, нет никаких данных? Нет, нет никаких данных. То есть, мы до сих пор не участвовали в международной оценке качества образования. И самое плохое, у нас нет национальной системы оценки качества образования. Когда говорят, вот в этой школе качество образования лучше, чем в другой школе, это очень субъективно, потому что нет объективной системы оценки качества. Качество образования, оно сейчас на улице, как вы сказали? То есть, все, что мы видим вокруг, это и есть оценка качества образования? В принципе, да, к сожалению. Вот даже вот те люди, ну, неквалифицированные рабочие силы, которые выходят, например, на заработки, да, очень много плохих новостей мы слышим, что они даже не могут написать свою фамилию, там, не могут общаться на русском и так далее, да. Это тоже результаты, к сожалению, той системы образования, где преподаватели весной были на полях, осенью тоже были на полях. Три вещи, которыми вы все-таки гордитесь за прошедший год, который вы сделали, сможете назвать? Первое, мы смогли реально изменить отношение общества к школе, к учителя. Элементарно, вы тоже как бы специалист в сфере социальных сетей и медиа, да? Вот если вы сравните существующие заголовки, существующий новостной фон в отношении школы, педагогов с годом ранее или с двумя годами ранее, есть очень большая разница. Мы смогли сделать так, чтобы почти все сейчас думают о школьном образовании, ну, ладно, и о проблемах, о недостатках и так далее. То есть есть уже общественное понимание важности школьного образования, важности роли педагога. То есть это очень важная составляющая. Вы сумели сделать этот самый слом общественным мнением? Да. Школьное образование считалось каким-то там второстепенным, третистепенным. Все-таки большой упор был на лице и колледже или там на другие направления. А вот за год, и это благодаря и социальным сетям, благодаря средствам массовой информации, мы смогли поднять эту проблематику. Насколько некомпетентны могут быть чиновники, если они не отдавали себе отчет, что школьное образование, оно, по сути, самое важное, что может быть? То есть все основы закладываются ребенку с младших лет. Я же говорю, я не сторонник того, чтобы говорить, что раньше меня там было плохо и так далее. Я тоже не сторонник, просто это же элементарно нелогично для такого как бы человека, как я, который совершенно далек по большому счету от этого. Но все-таки это же все просто нелогично. Но там раньше были другие приоритеты. Нужно было выполнять план по хлопку в свое время для того, чтобы обеспечить экспорт. То есть страна переживала переходной период. Наверное, тогда нужно было найти какие-то дополнительные средства и так далее. Мы же тогда не были на этих трудах. То есть всегда легко рассуждать постфактум. Но когда вы видите, там же тоже сложные периоды были, начало 90-х, да, узгородок. Это показывает, что как бы студенты – это протестный слой общества. И, соответственно, для того, чтобы удержать спокойствие в стране, то есть вы будете увеличивать количество студентов или уменьшать количество студентов? То есть очень много... Можно я не буду отвечать на вопросы? Очень много вопросов, наверное, когда принимали такое решение. Поэтому лучше отвечать за свои действия. Вообще-то так получилось, что у меня русский сейчас третий язык. У меня первый узбекский, второй английский, а русский, получается, третий. Интересная ситуация. Нет, раньше, когда я в Минине работал в начале карьеры, у нас вся документация была на русском. Сейчас вот смотрю, ни одного документа на русском. Все на английском. Это хорошо или плохо? Ну, и плохо, и хорошо. С одной стороны, мы должны научиться когда-то писать документы и на государственном. Это неправильно, когда страна использует другой язык для того, чтобы писать государственные документы. Но с другой стороны, все-таки мы в рамках СНГ, для того, чтобы развивать и сотрудничество, и торговлю, все равно нужно изучать русский язык. Это неправильно, когда мы как бы игнорировали, что не изучали. На узбекском языке нет, к сожалению, материалов, которые можно изучать. Это большая проблема. Наверное, со временем она тоже будет решаться. Потому что очень мало контента мы получаем на узбекском. Многие люди были бы рады, которые не знают другого языка, но нет возможности просто. Почему мы сейчас форсируем изучение английского, да? Даже в школах. Вот элементарно. Я был ректором IT-университета, да? В сфере IT. Для того, чтобы ваши студенты обучались информационным технологиям, вам нужны учебники, да? Методические пособия. Все учебники, методические пособия по информационным технологиям, где появляются? Они появляются в Силиконовой долине в США, например. И, соответственно, чтобы вот те последние достижения, те последние учебники, они были переведены на русский язык, потребуется там год, два, три. А чтобы с русского потом они были переведены на узбекский, потребуется еще два, три, четыре года. Таким образом, мы уже отстаем. Соответственно, с английского до узбекского мы отстаем на 4-5 лет, да? А в информационных технологиях это уже потеря целого поколения. Понимаете? Люди, которые связаны с информационными технологиями, с новейшими технологиями, они однозначно должны знать английский язык. А нет ли идеи открывать какие-нибудь иностранные образовательные учреждения? Наподобие турецких лицеев, которые были... Да, они были проблемными, как мы выяснили, но, тем не менее, выпускника турецкого лицея всегда можно отличить от выпускника местного даже груза. Вообще-то мы начали уже организовывать школы, где все предметы преподаются на английском. То есть это первый пилот, это президентские школы. Постепенно мы будем тоже открывать другие школы, где English is a minimum of instruction. То есть у нас сейчас в настоящее время 7 языков преподавания. То есть у нас есть школа с узбекским языком преподавания, с русским, казахским, каракалпакским, киргизским и так далее. 7 языков. И среди них только русский получается единственный язык, который входит в 6 языков ООО. Почему бы не сделать еще английский? Чтобы у родителей был выбор. То есть они отдают либо в школу, где все предметы преподаются на русском, либо в школу, где все предметы преподаются на английском. Самое большое негативное открытие для вас в кресле министра народного образования, которое вы поняли для себя. Блин, что-то здесь вообще дела пожар. Нехватка кадров и квалификация кадров. Вот понимаете, для меня самый большой негатив был именно в компетенции управленческих кадров, в компетенции специалистов. Так как, будучи специалистом из сферы IT, как только я сюда перешел, многие мои бывшие работники, ученики и так далее тоже присоединились в команде. Но они тоже больше специалисты IT и других сфер. То есть мы как бы работаем. Но самая большая проблема, у нас не хватает специалистов, которые эксперты в содержании учебного процесса, в оценке качества учебного процесса. В целом, вот именно в том, чем мы в основном должны заниматься. Поэтому вот это самая большая проблема и самое большое разочарование. Я надеюсь, что со временем, то, что мы всегда говорим про президентские школы, президентские школы, это не только 14 этих школ. Мы, реализуя этот проект, сами параллельно учимся, создаем критическую массу экспертов, специалистов, которые будут реально понимать, как разрабатывать школьную программу, насколько она соответствует мировым тенденциям, как разрабатывать требования к учителям и так далее. То есть мы параллельно учимся world's best practices, то есть мировым практикам. И будем распространять эти практики в другие школы. Тем не менее, президентские школы для многих, опять-таки, стали фактором, который, возможно, ведут к расслоению общества. То есть кто-то сможет там учиться, кто-то не сможет. И такие комментарии также есть. И их немало. Конечно, это будет расслоение в части... Ну, здесь как бы создается своего рода интеллектуальная элита. Поэтому мы не хотим их позиционировать только как для избранных. Мы видим президентские школы как локомотив изменений качества во всех других наших школах. Элементарно. Для того, чтобы участвовать в этих школах, подали документы 28 тысяч учеников. То есть уже столько учеников хотят измениться. Они уже работают над собой. Сейчас думаем о том, чтобы... Вот остальные, например, сейчас переходят на второй тур. На каждое... В начале, в отборочном туре было 50 претендентов на одно место. На основной экзамен будет 20 претендентов на одно место. Получается, если мы на пятый класс набираем 24 учеников, то заявителей будет 480. Но остальные, 25, 26, 27, да? Они же тоже очень умные, ребята. Мы проанализировали уровень конкуренции в других специализированных школах. У нас же до сих пор были же специализированные школы по математике, по естественным наукам и так далее. У них конкуренция в среднем была 1,6 на одно место. В специализированных школах-интернатах конкуренция была чуть выше, там, 2,9. А у нас 50 на одно место. Соответственно, у нас отбор должен быть гораздо качественнее. Поэтому вот тем, которые не смогли поступить в президентские школы, первым 250 претендентов, мы хотим дать возможность, чтобы они без экзаменов поступили в другие специализированные школы и школы-интернат. Таким образом, мы их качество тоже улучшим. Качество образования зависит от, в первую очередь, из контингента. Если у вас в классе, например, 80% учеников, они стараются сами учиться, то эти 20% тоже будут стараться как-то учиться. А в обычных школах, в обычных вузах наоборот. Соответственно, вот даже те, которые хотят учиться, они не будут учиться. Во сколько обходится строительство одной такой школы президентской? Сможете назвать приблизительную стоимость проектов? По-моему, не надо. Это тоже опять пойдут лишние разговоры. Они в основном строятся за счет спонсоров. Вот тоже возникают вопросы. Вот зачем строить президентские школы и так далее. Вот давайте у нас буржуйки там и так далее. Это все делается параллельно. То есть мы не отнимаем бюджет существующих школ. Вот эти президентские школы в основном строятся за счет спонсорств. Тем не менее, это государственная образовательная учреждения. Государственная. Говоря в целом о нынешней существующей узбекской школьной программе, насколько она актуальна в современное время? Если честно, нету никаких исследований, изучающих, насколько это было актуально. Должны быть государственные образовательные стандарты, программа и средства, которые измеряют, насколько вы обеспечиваете достижение знаний, исходя из этих стандартов и программ. У нас не было системы измерений и не было исследований, насколько вот эта сама программа соответствует международным требованиям, то есть тенденциям. Вы очень правильно вопрос задаете. Во всем мире, даже в той же Англии, да, вот почему мы выбрали Англию как основным партнером. Мы там были, Institute of Education, это один из лучших вузов мира по образованию. То есть они уже пятый год подряд по рейтингу Times Higher Education занимают первое место в сфере образования. За счет чего? За счет именно research, за счет именно исследования в сфере образования. То есть для того, чтобы ответить на такой вопрос, насколько существующая программа соответствует требованиям времени, нужно сделать реальный research и не один. То есть очень много экспертов должны работать по разным тематикам, по разным направлениям. Якобы у нас исследования передали больше в вузы, но я пока не верю в тот потенциал нашего педагогического вуза, чтобы они делали такие исследования. Поэтому и предполагалось, что реформа образования требует очень много времени. То есть мы сейчас исправляем базовые вещи. Но тем не менее нас ждет новая программа. На что вы планируете все-таки делать акцент? Есть какие-то наработки? Сейчас мы уже усиливаем упор на STEAM, то есть Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Без этого нельзя думать о будущем. Школьная программа должна быть усилена за счет STEAM направлений. Раньше это было STEM только, Science, Technology, Engineering, Math. Потом добавили Arts, потому что все больше работ исчезает за счет искусственного интеллекта. И мы должны думать о том, чтобы наши выпускники должны быть готовы жить и процветать в том мире, где они будут иметь преимущество над искусственным интеллектом. А это уже только креативити. Еще мы реализуем два крупных проекта. Мы их называем IT Nation, English Speaking Nation. То есть наши выпускники должны владеть минимум тремя языками. Это родной язык, русский, английский. Или еще дополнительно немецкий, французский и другой. Плюс информационные технологии. Почему? Потому что Узбекистан, во-первых, это double unlocked страна. То есть для того, чтобы выйти в море, мы должны пересечь минимум две страны. Это дружелюбные страны, как Афганистан, Пакистан. Или там маленькие страны, как Казахстан и Россия. Да, я именно в кавычках говорю. Поэтому любой экспорт реальных товаров, он становится очень дорогим. Поэтому мы должны, как страна, делать больше упор на экспорт услуг. А экспорт услуг, это в основном через IT, через информационные технологии. Это могут быть какие-то сложные профессии, как IT-аутсорсинг, разработки информационных систем и так далее. И, может, более легкие, как и элементарно, вот тот же SMM, social media marketing. Или там call center operator, или еще что-то. То есть не обязательно, чтобы все стали там программистами. И это, в принципе, невозможно. Ну, там спектр профессий, в которых можно зарабатывать онлайн, он очень широкий. И с каждым в нем расширяется. Вот элементарно, да? Любой американский потребитель, когда он звонит в Comcast. Comcast – это у них самая большая видеокомпания, да? Call center. Они слышат индийский акцент. А если у наших выпускников будет нормальный американский акцент, тому же Comcast уже будет выгоднее аутсорсить полцентровые услуги не в Индию, а в наш какой-то регион. То есть мы когда-то должны и к этому прийти. Только через информационные технологии мы, во-первых, сможем создавать новые рабочие места. Во-вторых, создавать условия, где нашим людям не приходится физически уходить. То есть они будут вместе жить со своей семьей, радоваться и при этом зарабатывать онлайн. По вашему мнению, какие 5-6 профессиональных навыков будут остро востребованы в ближайшие 5 лет? И какие из них можно получить в узбекских школах? По профессиональному обучению это совсем другое направление. Очень много там про них можно обсуждать. Но с точки зрения навыков больше нужно думать о soft skills. То есть... Поясните, пожалуйста, для тех, кто не знает, что такое soft skills. Это, например, предпринимательство. Как себя вести в переговорах. Как себя вести уверенно в докладах и так далее. То есть это те навыки, которые нужны человеку стать успешным в современной бизнес-среде. Мы должны думать именно о таких soft skills. К сожалению, в школьной программе это не прописано. Поэтому мы должны пересмотреть школьную программу для того, чтобы у каждого выпускника были вот то, что вы сказали, вот такие навыки, вот такие компетенции. С точки зрения профессии, оказывается, исторически мы даем те профессии, которые, может, легко осваиваются, например, шитье, повар или еще какие-то там другие профессии. Но с такими профессиями вы не заработаете много денег. Профессии, которые не дают большой добавленной стоимости. То есть, как я уже сказал, именно с точки зрения IT Nation мы должны думать о тех профессиях, которые дают вам больше возможностей заработать. К этому мы должны стремиться. То есть, и плюс еще, даже внешкольное образование, да, для меня было очень интересно изучать деятельность наших центров Баркомал-Авлад. Это раньше у нас же были дома пионеров, да. Баркомал-Авлад, у них там тоже кружки есть. Интересные кружки. Кораблестроение, ракетостроение, еще какое-то там было. Все то, чем занимается Узбекистан. Да, вот я потом спросил, какой статус нашей индустрии, космической индустрии, какой статус нашей морской индустрии и так далее, да. То есть, это те направления, которые были в советское время. Да, это может быть полезно для общего развития ребенка, общего интереса, но в будущем практической пользы я мало вижу. Соответственно, мы внедряем туда робототехнику, да, программирование, редактирование фото, там, фотошоп, там, редактирование видео, видеомонтаж и так далее. То есть, кружки плюс еще дают дополнительные навыки, которые им будут полезны в будущем. Одна из основных задач школ – это подготовка детей к будущей успешной жизни. И школьная программа, и внешкольная программа, все должно служить к тому, чтобы выпускники школ должны быть успешными в будущем. Возвращая к заработкам, президент неоднократно упоминал, что он не успокоится, пока не поднимет зарплату учителям до размера тысячи долларов. Это цитата. Когда примерно ожидать достижения этого показателя, как вы думаете? Ну, мы это зафиксировали и в нашей концепции. В принципе, один из ключевых показателей, целевых показателей, которые мы должны достичь, это достичь уровня средней зарплаты в сфере народного образования к 2030 году в полтора раза выше, чем средняя зарплата по экономике. Сейчас средняя зарплата в сфере народного образования, она составляет где-то 0,8 от средней зарплаты по экономике. Конкретные точные цифры, там, тысячи долларов и так далее, сейчас очень трудно сказать, потому что у нас же тоже зарплата варьируется. Например, зарплата у обычного технического работника и зарплата у профессионала, разница между ними должна расти. Даже вот повышение зарплаты, которую мы осуществили за этот год, да, мы сделали не только повышение в целом средней зарплаты, мы увеличили разницу между обычным специалистным педагогом и педагогом высшей квалификации. То есть постепенно эта разница тоже будет расти. Мы должны отходить от той системы уравнировки, где независимо от того, как вы хорошо работаете или плохо работаете, вы получаете ту же зарплату. Никакой мотивации. Да, поэтому мы в процессе пересмотра системы мотивации. И мы должны прийти к тому, что те учителя, которые достойно работают и показывают реальные результаты, они гораздо больше получали зарплату, чем те учителя, которые просто рассиживают. Возвращаясь к вопросу про родителей, при школах, насколько я понимаю, создаются наблюдательные советы. Насколько активно родители участвуют в этом процессе? Ну, в зависимости от школ. Это вообще-то революционная реформа. Мы как бы полностью передаем децентрализацию управления. Вот раньше так получалось, что оказывается все 10 тысяч школ, их директора при назначении согласовывались с Центральным аппаратным министерством. Зачем это надо? Сейчас мы как бы переходим к системе, где директора уже будут назначаться, избираться наблюдательным советом. Это революционные изменения, которые требуют очень много времени, очень много пояснений. Люди не привыкли к такой системе. У нас всегда привыкли так, что вот сверху идет назначение. Но в нашей тоже системе это тоже многим не нравится. У нас же тоже привыкли к тому, чтобы директоров они сами назначали. То есть своих знакомых, своих этих и так далее. И там коррупционность составляющая тоже была большая. То есть очень много разговоров, что вот, например, как раз, как только я приступил на должность, даже я не смог познакомиться, руководителя областного управления народного образования Антижанской области взялись по личной и посадили там при получении взятки на назначение на должность директора. Зачем это надо? Поэтапно мы должны отойти от этой практики. А для этого люди на местах тоже должны уметь требовать и уметь себя правильно вести в рамках наблюдательного совета, в рамках законодательства. У нас люди тоже привыкли к тому, что вот то, что сказал директор, значит, это истина в последней инстанции. А хотя... Просто уровень директоров меняется. В законодательстве написано совсем другое. Есть уже конкретные полномочия наблюдательного совета, они могут снять и директора. Говоря о коррупции, да, ваше не очень популярное, но тем не менее лично моим кругом принимаемое решение, это самая обсуждаемая тема последнего месяца. Это новый порядок приемов школы, да, то есть который действительно вызвал волну негодования, по большей части необоснованную. Как по мне, люди не привыкли, к сожалению, по закону решать вопрос. Что предполагала новая система? Что она должна была изменить? И почему все приняли ее негативно? Не, понимаете, есть ряд школ в Ташкенте, в которых в основном поступает только по звонку. Есть даже такой термин «позвоночники», да? Я спрашиваю, вот в прошлом году вы приняли, например, 120 человек, да? Сколько из них позвоночников? 100. То есть 100 человек были приняты по звонку. Тоже интересная ситуация, вот если кто-то меня попросил, да? Вот мой племянник, пожалуйста, его устройте в эту школу, да? Если я, я бы сказал, да, как, ну раз, его племянник. Хорошо, устроите. Соответственно, это идет к какому-то специалисту, он к этому еще добавляет еще одного. Потом идет там Гарано, потом идет Раяно, потом еще дальше. Да, и в конце, получается, Шерматов устроил там 20 человек в эту школу. И сразу, или там 50 человек в эту школу считают там как бы уличную ставку устройства ребенка, там, значит, получается 1000 долларов. Вот Шерматов 50 тысяч долларов заработал. Зачем мне это надо? Не зря учился. Самое плохое, такое же отношение и к директорам этих школ. Раз там 100 человек устроили по звонку, сразу другие думают, что вот директора нелегально вот столько заработали. У нас же очень много умных, в кавычках, людей, которые быстро считают чужие деньги. Это-то ладно. Я просто не хочу вообще говорить про денежную составляющую. Мне, если честно, надоет. Мы должны исходить из прав ребенка. К чему это приводило? Вот те люди, которые живут рядом с этими школами, они не могли туда поступить. Просто подняли количество людей, которые живут в микрорайонах этих школ, но не учатся там. А почему? Потому что вот те, которые живут в совсем других частях города, через звонки, через знакомые и так далее, устраивают своих детей. Со стороны родителей это же логично, что зовут Хатамыч. У меня на микрорайоне очень плохая школа. Я сделаю все для своего ребенка, чтобы он очень учился в хорошей школе. А вот родитель, который живет рядом с этой школой, у которого нет денег, у которого нет связей, что им делается? Добро пожаловать в капитализм, куда мы все идем. Вот что мы сделали? Мы сделали в первую очередь право. То есть мы обеспечили доступ тех людей, которые живут в микрорайоне этой школе, чтобы они в первую очередь туда поступили. И сейчас, вот у меня статистика, по-моему, уже 3000 таких детей поступили в эти школы без денег, без знакомых, которые раньше не имели такой возможности. Они имели право, но не имели возможности. То есть сейчас мы в первую очередь обеспечиваем, чтобы люди из микроучастка, которые достигли 7 лет, смогли поступить в эту школу. А потом, когда место останется, потом можем решать. Многие обвинили в том, что я ввожу капитализм и так далее. Скажем, школу может принять 100 человек. Ну, как утрируют. 60 человек мы приняли из микрорайона. Там 10 человек, скажем, приняли потом из 6-леток, потом из детей-учителей, потом приняли детей, у которых дети уже учатся в этой школе и так далее. Ну, осталось 20 мест. Вот осталось 20 мест. Вот эти 20 месяцев как распределять? Живая очередь? У нас любая живая очередь заканчивается шапками. Коррупция приведет. Коррупция. Лотерея? А у нас разве можно провести нормальную лотерею? Коррупция приведет. Да. Поэтому нету реального механизма. Поэтому один из механизмов, возможно, был как бы наблюдать на советы, пусть сами решают и вместо этого делают. Но если это плохой механизм, давайте отменить. Вот меня обвинили в том, что я способствую к сегрегации общества, да, или там неравенству. Те люди, которые сейчас в действующем варианте, да, если бы они смогли вот дополнительно заплатить для школы, во-первых, это помогало бюджету школы, это приводило к уменьшению нелегальных сборов с тех родителей, которые уже там существуют. И плюс дети из обычных семей, которые рядом живут, и дети, родители, которые смогли позволить, могли вместе учиться. И это дало бы больше шансов к будущему росту этих детей, то есть своего рода социальному лифту. А если мы просто отменим, это пойдет куда? Дети этих родителей, так как они не смогли их устроить в эти школы, они пойдут все в частную школу. Два года назад получение лицензии для открытия частной школы было только через Кабмин. Частные школы не имели права выдавать аттестаты. Частные школы всегда были под надзором. Сейчас, за последние два года, их количество увеличилось в четыре раза. Еще будет расти. А когда что будет? То есть все те, кто могут себе позволить, они пойдут просто в частную школу, а в государственных школах останутся только те, которые рядом. То есть очень много можно спорить. Это приведет к большему неравенству или вот этот порядок, который мы предлагали. Но и частные школы, они ведь также и забирают себе лучших учителей. Это неправильно, что мы как бы таким образом должны заставлять. То есть вот мне, например, один журналист задал вопрос, да, почему вы не регулируете цены частных школ? Почему вы их развиваете? То же самое. Они же как бы забирают всех хороших преподавателей и так далее. А почему преподаватель не имеет права зарабатывать больше? Почему мы должны регулировать цены частных школ? То есть мы частным школам, в принципе, из бюджета никаких субсидий не делаем, если честно признаю. Мы просто убираем препоны, которые были на пути их развития. Два года назад под руководством президента была поставлена задача в целом по усовершенствованию порядка лицензирования. Поэтому сейчас им легче стало получать лицензию. Второе, то, что я говорил, их всегда проверяли на счет того, что они используют только нашу литературу и так далее. Я, в принципе, запретил это и им дал право использовать еще дополнительный литератур. И плюс ни одна частная школа, оказывается, не имела права выдавать аттестаты. Мы дали им такое право. То есть мы их не субсидируем. Мы просто убираем барьеры на пути их развития. И, соответственно, дальше уже рынок. Чистый рынок, да. Чистый рынок работает. И каждая частная школа, она будет конкурировать между собой. Поэтому не надо нас обвинять в том, что мы субсидируем частные школы во вред государственной школе. Но, с другой стороны, это нам помогает сэкономить наши деньги. И мы эти деньги будем использовать больше для оставшихся частей детей, которые обучаются в государственных школах. То есть частный рынок, он заберет какую-то часть континента. Сможете назвать главную ошибку Узбекистана в системе образования за всю историю независимости? Там много было ошибок. Ну, то, что все уже знают. То, что мы не увеличивали квоты в вузы. И то, что у нас зарплаты учителей были очень низкими. Очень важный вопрос языка. Меня попросили его задать. Возможно, вы согласитесь, что мы потеряли один, а может быть, два поколения из-за безуспешной попытки перейти с кириллицы на латиницу. Сейчас обсуждается, насколько я понимаю, дальнейшая реформа узбекского алфавита. То есть мы идем в сторону турецкого алфавита. Удастся ли нам избежать ошибок предыдущих лет? Как вы думаете? Если честно, я против этого. Не надо уже этот латинский алфавит реформировать. То есть от того, чтобы мы не перешли полностью на латиницу, это не из-за того, что она несовершенна. При желании можно было бы перейти. Просто даже если мы как бы внедрим вот эти 3-4 символа, которые какие-то эксперты предлагают, и после этого нет гарантии, что мы перейдем полностью на латинский алфавит. Но внедрение вот этих нескольких символов приведет к тому, что мы должны переиздать все учебники. Это миллиарды. Это большие затраты. Это миллиарды. Мы опять потеряем еще несколько поколений. Я как айтичник стараюсь к тому, чтобы не вводить лишние буквы. То есть есть стандартная английская клавиатура, да? Нужно обходиться в рамках этой клавиатуры. Если так очень по-простому говорить. И все. А у нас обязательно какие-то там турецкие символы, еще что-то добавлять. Зачем это надо? У меня тот же самый вопрос. Очень большая масса людей до сих пор с любовью вспоминает советское образование. Можете предположить, насколько советское образование действительно было настолько легендарно, хорошим? Было ли это так? Или мы сейчас смотрим это через призму ностальгии? Потому что для меня те же самые продукты советского образования вырубают деревья, сносят архитектуру и так далее, и так далее. Мы все люди немножко старшего возраста продукты этого образования. Так как все страны стали независимыми, это было больше как бы политически, идеологически обоснованно, что мы в основном критиковали все советское. Если честно признать, критиковать всегда легко. Как я уже сказал, я не сторонник того, чтобы просто критиковать все, что было раньше, что это было плохо. Элементарное наблюдение. Я был, например, в каком-то районе, в какой-то области. Я специально не буду называть, чтобы не обиделись. Школа на 1200 мест. Была построена в 80-х годах. А когда она тогда работала, у нее было газовое отопление. Сейчас нету этого газового отопления. Дрова. Не дрова, а этот, буржуки. Уголь и буржуки. То есть нету централизованного отопления. Работала вентиляция. Сейчас нету вентиляции. Работало столовое. Сейчас нету столовой. Санузлы находились внутри здания. Сейчас их закрыли и на улице выбили. То есть 30 лет прошло, и элементарные базовые условия, даже с этой точки зрения, насколько ухудшились. Я не говорю о качестве образования. Я говорю просто об элементарных условиях, которые каким-то образом тоже способствуют к обеспечению какого-то уровня качества. И то же самое в отношении качества, в принципе, можно сказать. Я не собираюсь кого-то обвинять в этом. Я просто констатирую наблюдение. Но для того, чтобы исправить вот это все, нам нужны огромные средства. Огромные средства мы проанализировали, например, одной области, да, для того, чтобы исправить это все. Для того, чтобы в этой школе там и отопление было, и питьевая вода была, и ремонт был нормальный. И чтобы там реализовывать вот эти пять инициатив, чтобы актовый зал был, спортзал, компьютерный класс с оптикой. Библиотека хорошая и так далее, да, чтобы, на примере одной нормальной области, например, Ташкентской области, сделать при существующих темпах инвестирования и их росте, там, нам говорят, там, где-то предусматривать 15-процентный рост при прогнозе, например, 13% инфляции, да, или там 12% инфляции, то нам потребуется еще 35 лет для того, чтобы исправить вот эти ошибки. Понимаете, в какой ситуации мы находимся? Тогда приходится взять взаймы. А это приводит к увеличению внешнего долга страны. Сейчас у руководства республики очень много сложных вопросов, которые требуют своего решения. И не всегда эти решения могут иметь однозначные оценки. Если просто следить за реакцией людей, то в интернете очень много негатива и в отношении к текущей состоянию, да. Если вы будете увеличивать инвестиции, тоже будет негатив. Почему мы расходуете государственные средства? Все воры, все обманщики и так далее, да. Если вы увеличиваете внешнее заимствование, тоже негатив. Вот раньше не было заимствования, то давайте сейчас все, мы как бы в долговую яму катимся и так далее. То есть, если будете только реагировать на все эти комментарии, и в основном у нас обычно же человеческая натура, психология такая, что вы реагируете больше на негатив, чем на позитив, то тогда ничего не надо делать. Просто остаться там, где не будет. Да. Я просто на примере инфраструктуры вам дал как бы сравнение, что мы имеем сейчас и что мы имели 30 лет назад. Еще один тонкий вопрос, касаемо половое воспитание. Как вы думаете, имеет ли смысл его вводить в школьно-образовательную программу? И поможет ли это нам избавиться от многих-многих предрассудков и каких-то проблем? Ну, частично такую инициативу уже выдвигает Центр Айля. То есть они не называют его половым воспитанием, они называют как бы подготовка к семейной жизни. Это с учетом наших ценностей и так далее. Ну, что-то должно быть. Понимаете, когда в наше время, да, у нас было всего 4 канала государственных, только печатные издания, да. И вот к концу там 80-х, начале 90-х появились в виде магнитофона, да. Ну, даже тогда же находили вот порнуху и так далее. А сейчас же это все доступно, к сожалению. Этот вопрос нужно изучить всесторонне. Потому что, когда это становится слишком доступным, к сожалению, общество пойдет уже в другое русло. Уже интерес к традиционному спадает и будет больше интерес к нетрадиционному, который мы наблюдаем в развитых странах мира. Это очень тонкая грань, да. Поэтому здесь быстрых и легких лечений нет. Хорошо. А жестокое обращение к животным является ли это также проблемой отсутствия образования? Как вы думаете? Это и отсутствие воспитания, потому что воспитание тоже очень большая составляющая. И в семье тоже все должны учить детей, чтобы не было никакого жестокого обращения ни к животным, ни к людям. У нас же не только к животным жестокое обращение, и к людям тоже. Да, это так. Почему современная узбекская молодежь не читает книги все-таки? Нет, многие читают, кстати. У нас стереотип такой, что современная молодежь не читает книги. Но это больше касается, по-моему, Ташкента. Ташкента у избалованной части молодежи, которая имеет много гаджетов, смартфоны, планшеты и так далее. Выйдите, например, тоже в Ташкентскую область. Там интернета нету, электричества тоже нету. В библиотеках дети сидят и читают. И они не только читают, они еще пишут стихи. Очень много творческой молодежи. Опять-таки, лично ваше мнение интересно. Оценки в школе нужны ли это вообще? Насколько важно учить детей в соревновательной манере? Соревнования – это очень нужная часть для тех детей, которые в будущем хотят сделать карьеру в Академикс. То есть они хотят иметь высшее образование, PhD и так далее. Элементарно свой личный опыт. Я учился в 22-й школе, где у нас иностранный язык был арабский. Все пятерки и так далее. В принципе, такой конкуренции я не видел. Но потом поступил в школу-лицей, 39-й, где со своим одноклассниками у нас была конкуренция именно в английском языке. За год наш английский был гораздо лучше, чем у детей, у которых с 5-го класса обучали английский. И мы даже участвовали в районной олимпиаде. А с другой стороны, это была школа-лицей восточных языков. То есть туда поступили в основном те, которые как бы не хотели учить математику, физику, химию и так далее. А по математике я участвовал, даже до городского выходил в 8-м классе. То есть у меня база математики была достаточно сильной. Но из-за того, что рядом все не любили математику, даже если я не отвечал, у меня всегда были пятерки, то есть не было никакой конкуренции. И, соответственно, через два года, когда нужно было поступать в ВУЗ, я почувствовал, насколько отстал математик. Понимаете? За два года из-за отсутствия конкуренции мой достаточно хороший уровень математики, он снизился. И мне пришлось за две недели был очень хороший преподаватель, пойти к нему, и за счет репетиторства подготовиться и поступить в ВУЗ. За две недели восстановить то, что я потерял за два года. Понятно, что люди деятельные, а вы человек явно деятельный, они сталкиваются с непониманием, со сложностями, с конфликтами, в том числе и с коллегами, и вообще с окружающей средой. Что помогает лично вам сохранять мотивацию к действиям? Именно на этой должности мне помогает сохранить мотивацию доверие президента. И при назначении год назад. И сейчас я постоянно чувствую доверие и поддержку президента. Меня на эту должность назначил президент. И у меня четкие установки со стороны президента, что минимум три-четыре года нужно, чтобы исправить все эти ошибки и сделать, разработать новую программу. Да, иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией. Какой-то там чиновник более низкого уровня, но все-таки представитель какой-то влиятельной организации и так далее. Но все равно я знаю, что есть поддержка президента, и я могу смело принимать решение. Потому что приходится идти на многие конфликты для того, чтобы отстоять свою позицию. Это было нелегко, когда мы отстояли запрет на принудительный труд учителей. Потому что люди привыкли к тому, что полмиллиона человек бесплатная рабочая сила. Сейчас мы как бы от них отбираем. Приходилось очень много ссориться, приходилось ругаться и так далее. только из-за того, что я чувствовал, что у меня есть поддержка президента. А я же ссорился, ругался непростыми же людьми, достаточно серьезными чиновниками. И многие приходят, просят какую-то просьбу и так далее. Приходится отказывать. Только из-за того, что хотя вы понимаете, что если вы откажете этим людям, они очень влиятельны. Они могут вам отказать в ответ. в ответ могут что-то даже навредить. Но учитывая, что есть поддержка президента, я могу это себе позволить. А если бы я это не чувствовал, то конечно, я бы тоже сидел, ничего не делал. Вы отец, вы были ректором вуза, вы министр народного образования. Скажите, пожалуйста, что делать родители, если ребенок не хочет учиться, если он не хочет развиваться? Можно ли привить тягу к образованию? Или это врожденное? К сожалению, современные родители, они очень мало обращают внимания своему ребенку. Многие исследования показывают, что успех ребенка зависит от домашней среды. Насколько родители вовлечены, насколько родители мотивируют детей. Поэтому я сам как бы не видел, но много читал, да, например, в еврейских семьях, они целый день, когда у них отдых, они как раз-таки обсуждают внутри семьи, мотивируют детей и так далее. Почему в наших обычных семьях это нельзя делать? У нас есть, у родителей есть время смотреть целыми днями сериалы и обсуждать эти сериалы, их запретить, не запретить и так далее. Я вообще не понимаю. Вот у меня, например, дома телевизор уже несколько недель не работает. Ничего, нормально живу. Даже, несмотря на то, что я очень занятый человек, я стараюсь минимум раз в неделю или раз в день недели найти особое время, когда со всеми детьми у меня трое дочерей и сын сесть за стол и полчаса, час с ними беседовать об их будущем. Кем они хотят стать? Как они себя должны вести? И так далее. Элементарно, моя старшая дочь, она старается как раз-таки достичь всего сама. получила девять. Это максимальная оценка по listening while. Хотя, в принципе, я не смог выделить достаточно времени, чтобы ее подготовить по английскому языку. Она больше слушала. Я ей просто показал. Есть такой хороший ресурс TED-Ed. TED-Education Content. Там очень много хороших докладов, хороших спитов. заодно она развивает и английский и плюс обучается новым. Единственное, я создал возможность, дома поставил Wi-Fi и дал соответственно смартфон. Нужно, независимо от того, насколько вы заняты, вы должны уделять время на общение с детьми. Самая большая ошибка наших родителей в том, что они не уделяют достаточно внимания детям. Вот элементарно. Когда они очень маленькие, когда они маленькие, они задают очень много вопросов. Как раз мы же говорим там «почемучка». Потому что они задают вопросы «почему это так? Почему это всяк?» и так далее. Все дети, когда мои дети тоже были маленькие, на любые вопросы я постарался отвечать. Отвечать не торопясь, грамотно, объясняя почему и так далее. То есть нужно при общении с детьми их тоже воспринимать как самостоятельного человека. А у нас как? Когда задают вопросы «заткнись, не мешай, я занят, я смотрю сериал». Иди поиграй. Иди поиграй. Вот тебе планшет, иди поиграй. И все. У ребенка самый близкий друг это получится планшет. Хотя родители состоятельные, они смогли себе позволить планшет сделали, вай-фай и так далее. Но ребенок уже не искренен с родителем. У ребенка самый близкий друг, как раз таки самым близким другом должны быть родители. Все секреты, все советы они должны получать от родителей. Если они не чувствуют такую близость, то они будут спрашивать такие советы совсем у чужих людей. И это наоборот приведет к разрыву отношений между родителями и детьми. И в правилах воспитания. И к тому, что эти дети пойдут в какие-то разные течения и так далее. мы уже все говорим, что дети сейчас подвержены обработке через соцсети, какие-то религиозные течения, юристические организации и так далее. Это все из-за того, что у нас нету достаточного внимания со стороны родителей в отношении их детей. Есть на то и объективные причины. К сожалению, многие родители вынуждены заниматься заработком за рубежом. Именно у нас самое трудное состояние именно с такими детьми. Потому что они живут у бабушки, дедушки или родственников и так далее. Им нужно дополнительное внимание. Наши учителя тоже стараются больше дать дополнительное внимание именно таким детям, но они не могут заменить родителей. То есть для успеха ребенка два важных фактора, то, что я говорил. это отношение учителя и отношение в семье. Домашняя атмосфера отношения в семье она даже важнее, чем отношение учителя. Это для качества образования. То есть исследования показывают, что домашняя атмосфера, влияние родителей, поддержка родителей влияет где-то на 50% на успеваемость ребенка. Поэтому это очень важная составляющая. мы специально хотим, чтобы родители были больше вовлечены со своими детьми и больше вовлечены в деятельность школ. Блиц, короткие вопросы, короткий ответ. Что для вас патриотизм? Патриотизм работать во благо развития своей страны. Если бы вы написали книгу о себе, как бы вы ее назвали? Ну, у меня таких планов нету пока. Самая важная вещь в вашей жизни? Остаться хорошим человеком. Как приучить людей выбрасывать мусор в урну, а не на пол? Методом кнута и пряника. Продолжите фразу «будущее образование за?» За достойным педагогом. Министр информационной технологии, министр народного образования. Шарус Хатамович, вы уже думали о том, куда пойдете дальше? Тот объем задач, который здесь стоит, мне не дает повода, чтобы я думал куда-то идти. Хочу здесь навести порядок. И для этого требуется очень много времени. Ну и наш традиционный будет гораздо лучше, чем сейчас. Уверены в этом? Мы должны так сделать. По-другому мы бы здесь не жили. Спасибо. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова